есть мне так будет лучше слышно всем здравствуйте начинаем наш прямой эфир тема сегодняшнего эфира это моделирование на нижние формы либо говоря простым языком наращивание на бумажные шаблоны часто его так называют я считаю это один из самых классических способов моделирования потому что моделирование на нижние формы подходит абсолютно под любые ногти под разные виды ногтевых пластин в общем нет ограничений там арочные не арочные широкие не широкие в общем под любые ногти вы сможете подставить форму главное знать несколько основных правил девочки сразу пожалуйста напишите как меня слышно и видно потому что работаю с микрофоном чтоб все было подключено чтоб я не разговаривала сама с собой вот и сегодня на эфире конечно же я вам покажу как подставлять шаблоны на что обращать внимание и вообще как научиться делать так чтобы очень быстро подставить под любые ногти вообще потому что какая основная особенность вот при работе с нижними шаблонами с нижними формами если у клиента высокие боковые валики да то как правило форма у нас ложится на эти боковые валики и все ноготь получится широкий все затекает либо там сколы появляются в точках в роста поэтому чаще всего мастера сейчас ищут альтернативу в виде гелевых типс либо верхних форм либо каких-то других вариантов наращивания конечно это тоже все имеет место быть и как я считаю любой инструмент можно использовать главное чтобы был классный результат правильно вот но все же по своем своем опыте могу сказать что вот бывает приходят клиенты и но невозможно им подобрать ни верхнюю форму не гелевую типс вот ничего вот такой ноготь что или очень арочный или очень широкий просто типс а туда да не подходит ли что-то вот с ним не то и все еще делать нарастить все один оставить нет конечно поэтому моделирование на нижние шаблоны в моем понимании это классика то есть моделирование которое подойдет всем и сейчас мы с вами разберем что и как с этим делать небольшие технические моменты переворачиваю экран и приступаем такой чудесный потолок все видно сейчас девчат я переверну так один момент час я настрою штатив вот да вроде видно и так у меня уже здесь подготовлен мой любимый пальчик валерчик сейчас мы его прицепим и будем с ним работать он прекрасно имитируют настоящего живого человека можно и подставлять формы и опиливать и даже маникюр можно на нем делать такой незаменимый друг и так давайте с вами сейчас разберемся смотрите какая этапность выполнение этой услуги если вы мастер допустим начинающий только пробуете себя в услуги моделирования на то я рекомендую вам выполнять маникюр после поверхностного опила почему потому что как правило во время выполнения поверхностного опила вы пилкой можете травмировать кожу клиента то есть травмировать кутикулу и так далее естественно если вы выполните маникюр начисто да срежете тут все лишнее все ненужное все начисто выполните то при травматизации пилкой будут быть очень болезненные ощущения тарас и ссадины и раны это два то есть но не очень приятная картина поэтому старайтесь выполнять маникюр после поверхностного опила что касательно допустим меня либо мастеров у которых вы чуть больше опыта то есть вы чувствуете как ведет себя гель вы чувствуете там куда он течет куда он не течет то принципе я сейчас выполняю маникюр начисто а потом уже само наращивание девчат по поводу пальчика я не знаю как скидывать ссылку youtube давайте честно вам скажу смотрите стоять валерчик это мой аккаунт в инстаграм заходите пишите и там я вам скину ссылочку это я заказывала у ребят через инстаграм так на правах рекламы так сказать рекламирую свой аккаунт ой девчат простите пожалуйста я забыла представиться меня зовут гайдаш анна я инструктор компании эми по базовым направлениям моделирование маникюр и педикюр сегодня у нас тема наращивание на нижние шаблоны на нижние формы бумажные так вот разобрались что если вы боитесь здесь пилкой кожу клиента лучше выполнять маникюр после поверхностного пила но также можно выполнить маникюр и сразу а потом уже выполнять наращивание это все очень индивидуально нельзя сказать что все только так только маникюр после наращивания и все никак по другому конечно же бывают разные вариации в работе и я уверена каждый из вас это понимает представим что у меня уже маникюр у валерчика выполнен ногтевая пластина подготовлена что значит подготовленная ногтевая пластина это значит с нее удалены все остатки какого-либо лакового к примеру покрытия либо может быть старого какого-то покрытия да и ногтевая пластина хорошо забафлена сейчас я разберусь со светом кажется мало света в кадре то есть мы берем бафик и хорошо бафим ногтевую пластину это тоже очень немаловажный момент что касается свободного края смотрите если к вам пришел клиент с натуральным ногтем с натуральной длиной да вы можете оставить миллиметр буквально миллиметр свободного края но опилить форму вот по линии гиппанихия то есть убрать углы вот эти вот иначе углы квадратная квадратный свободный край может вам мешать подставить нормально форму у меня здесь уже все скруглено до свободного края нету вот миллиметр я тут оставила представляем что натуральной новость опилила поверхность далее обезжиривателем удаляем пыль наши гели для наращивания они очень гидрофобны то есть они боятся каких-то остатков влаги либо не дай бог каких-то косметических средств поэтому очень важно правильно ногтевую пластину еще и подготовить зону кутикулы обязательно наносим nail prep дегидратор но я сейчас на пальчики муляжа не буду этого делать а на ногтевую пластину обязательно наносим ультра борт причем наносите с небольшим отступом от кожных валиков чтобы ультра борт не попал на кожу если он у вас попадет на кожу ничего страшного там не случится там в плане каких-то аллергических реакций высыпаний либо ожогов ничего не случится но просто потом на вот эту липкость будет тянуться гель будет тянуться база все будет затекать на вот эту капельку ультра бонда попавшую до на кожу и вы не будете понимать а почему тут затек почему меня материал плывет почему мне все затекает поэтому ультра бонда наносим только на ногтевую пластину с отступом от кожных валиков в 1 миллиметр далее после ультра бонда под жесткий гель нам необходимо нанести подложку подложку мы можем делать из супер бонд геля либо из эластичной базы гель-лак обычная жидкая эластичная база гель-лак прекрасно подойдет если у вас нет бейс гель есть медиум допустим или макси тоже они прекрасно подойдут единственное что более густые базы наносите отдельной кисточкой то есть вот вы взяли капельку перенесли на ногтевую пластину эту капельку и плоской кистью распределили по ногтевой пластине задача подложки просто усилить сцепку натурального ногтя и дальнейшей жесткой гелевой системы не должно быть никакой толщины у подложки это очень важно поэтому более густые базы как правило мы распределяем отдельной кистью можно сразу на все пальцы на все пять пальчиков распределить и посушить 30 секунд в лампе после просушки подложки мы с вами будем приступать к установке форм и вот здесь как правило у большинства мастеров и начинаются больше всего проблем форма не становится становится криво непонятно как в итоге получается кривой косой результат и в общем все психи нервы заброшенное наращивание и так далее поэтому сейчас я покажу как мы снимаем форму как мы подставляем и как мы и подрезаем под необходимый пальчик клиента просушили мы нашу подложечку дальше сами формы они довольно липкие девочки у компании for me есть вот такие вот стандартные формы длина до девяти единиц и есть удлиненные формы и классно использовать на всевозможные очень длинные стилеты либо конкурсное моделирование но мы будем наращивать сегодня салонный наверно миндаль я еще не определилась вот поэтому возьмем обычной стандартной формы не длинная нам тут не нужна дополнительная длина они очень липучие поэтому я рекомендую вам всегда на фиксировать пленой господи пленки без формы без перчаток просто руками потому что вот к перчаткам они липнут колоссально и так снимаем нашу форму с подложечки вот это вот окошко многие приклеивают вот сюда вовнутрь я честно не приклеиваю я его просто убираю не делаю лишних тела движений за кончик сняли верхнюю перфорацию обязательно разорвали все если вы посмотрите сама форма имеет множество направляющих множество как сказать помогающих вспомогательных линий видно где надо тут миндаль выложить где квадрат как что заузить то есть просто посмотрите внимательно на форму и вы увидите как вам выложить квадрат как вам выложить миндаль где взять ориентиры для подгонки формы разорвали форму у нас на формах есть основная направляющая это вот эта центральная ось и когда мы подставляем форму под палец клиента и когда мы ее склеиваем мы смотрим чтобы эта центральная ось строго была по центру ногтевой пластины то есть совпадало с центральной осью пальца клиента когда вы склеиваете форму очень важно склеивать нижние ушки ровно чтобы вот здесь у вас получилась вот такая равномерная арочка сейчас вот то есть показать вот чтобы была равномерная арочка если вы неправильно склеили нижние ушки или вот это вот у вас центральная ось куда-то покосилась то получается у вас вот такая перекошенная арка идет то есть вы со старта клиенту наращиваете на ли такой вертолетный ноготь перекрученный поэтому следите важно центральная ось совпадает центральной осью пальца клиента и нижние ушки всегда идут ровно то есть склеиваются ровно как мы подбираем вообще замеряем как сказать подставляем форму под пальчик клиента самый стандартный способ взяли двумя руками за краюшки ушек не надо брать полностью за форму иначе также своими пальцами прилипните вот за нижние ушки я средними пальцами взяла боковые ушки отодвинула своими пальчиками форму сразу в арочку вот так скрутила она плоская а ноготь у нас арочный поэтому вы сразу форму варочку вот так скрутите по центральной оси и примеряем под палец клиента валерчик не дергайся вот классно видно что кстати у меня даже у моего пальчика валерчик а видите не доходят точки в роста то есть впечатление такое что вот здесь вот будет провал до по гелю не становится форма в глубину если у вас простой ориентир если у вас не доходят точки в роста то вам надо углубить вот эту центральную часть то есть линия гиппонихия клиента больше чем вот этот вырез окошко на форме а если у вас наоборот допустим вы подставляете форму а у вас вроде точки в роста встали а как-то серединка не становится между пальцем клиента и формой вот здесь какой-то зазор образуется снизу то скорее всего линия гиппонихия у клиента более прямая окошко у формы более скругленная то есть тогда мы наоборот делаем окошко более квадратным вырезаю углы и сейчас мне надо ее углубить чтобы форма у меня встала четко под ноготь и вот сюда зашла в точке в роста как мы углубляем прям ножнички опять же при углублении ориентируемся чтобы все было симметрично относительно вот этой вот центральной оси то есть они не делаю углубление где-то вот здесь вот да или вот здесь я делаю углубление четко по центру завожу ножнички плавненько делаю вот это окошко более вытянутым видите более вытянутая кошка получается вообще для вырезания форм лучше брать взять себе завести отдельные ножнички не маникюрная потому что вот эта липкая часть она остается на лезвиях и может портить потом вам режущую часть лезвий и так примеряем еще разочек за нижние ушки взялись верхняя немножечко отодвинуть форму варку скрутили по центральной оси вот уже он стал лучше дальше если у вашего клиента высокие боковые валики и вы форму подставили она здесь такая раз и легла на боковые валики да то есть вы прекрасно видите что она прям аж приподнялась и раскрылась видно что ноготь получится такой трапеции широкий извиняюсь девочки нам надо вот здесь вот боковые валики освободить можно это сделать двумя способами можно сделать поставить форму сделать вот здесь заломы но честно я вот вам честно скажу по своей практике что эти заломы чаще всего в лампе от тепла лампы раскрываются то есть выравнивается форма мы ее как бы заламываем добру чтобы она у нас ушла вот туда вот под валик она берет в лампе от тепла и раскрывается поэтому я предпочитаю делать на форме насечки чтобы строго форма была выходила из точек в роста и являлась продолжением своего натурального ногтя как сделать насечки правильно опять же подставили форму в виде арочки под ноготь клиента и вы ориентируйтесь смотрите на что во первых на вот эти вот направляющие я никогда не подрезаю форму на пальцы клиента вот я не делаю вот так как часто в видео до роликах форму поставила и начинает вот здесь вот ножницами кликать в палец клиент во первых можно клиенту реально тыкнуть в палец во вторых можно также неровно неправильно сделать насечку потому что вот этот же валик будет вам мешать туда лезвие ножницы пустить поэтому я делаю насечки не на пальцы клиента я беру ориентир от моей точки в роста смотрите и я вижу что вот эта точка в роста у меня вот здесь вот идет да практически по перфорации можно сказать для этого мы обращаем внимание на вот эти вот все направляющие на нашей форме повернули в другую сторону ага вот здесь вот у меня проходит моя точка в роста все я снимаю форму с пальца клиента я запомнила свои ориентиры и делаю диагональные насечки делал него так вот вниз девочки а строго по диагонали с одной стороны не очень большие и с другой стороны после того как я сделала насечки я сразу могу перевернуть форму и склеить идеально ровно вот эти нижние ушки сразу раз видите у меня капелька уже ровная отлепляю форму так как у меня будет миндаль я немножко носик заужаю и на клиенте смотрите я подставляю форму вот так за носик ушки раздвинули здесь мы линию уже померяли под гиппанихию вырезали валики освободили и только раз и поставили клиенту под пальчик строго ровно относительно центральной оси пальца видите поставили зафиксировали верхние ушки после того как вы зафиксировали боковые верхние ушки вот здесь под подушечкой пальца обязательно зажмите форму вот так вот зажмите ее видите форма должна во-первых стоять ровно смотрите вот у нас наивысшая точка на ногтевой пластине если проложить палочку наивысшая точка на ногтевой пластине совпадает с кончиком формы видите а вот этот вот зазор образовавшийся и будет толщиной нашего искусственного ногтя то есть он будет давать жесткость форма ни в коем случае не становится не вверх при классическом моделировании ни в коем случае вниз вот у нас она стоит ровненько так валерчик не хочет у меня склеиваться сейчас я его чем-то при фиксирую девчонки чем же тебя при фиксировать валерчик ладно вот обязательно под подушечкой форму склеили и чуть-чуть чуть-чуть заузили по свободному краю зачем мы чуть-чуть заужаем нам нужно вот здесь вот небольшой запас толщины дать а если у вас форма будет стоять шире своего ногтевого ложа то у вас и ноготь пойдет вот так вот широкий по свободному краю понимаете всегда визуально представляете вот . в роста а вот пошла форма вот здесь я сейчас буду ложить гель вот как ноготь будет идти красиво он будет идти он эстетически будет идти стройненький ровненький или он пойдет на расширение всегда тренируйте свой глаз свою насмотренности и не спешите переставлять форму или подравнивать поэтому поджали под подушечкой пальца чуть-чуть на заужение я ее свожу прям узенько видите форму ставлю все теперь держится после того как я подставила форму я буду выполнять само удлинение как выполнять удлинение кто-то делает сразу подставляет форму под все пять пальчиков кто-то подставляет по очереди каждый пальчик опять же какой-то супер идеальной и значимой схемы нет как вам удобней вот допустим мне удобно подставлять по пальцу то есть один палец клиент сушит со второй рукой я работаю этот палец клиент сушит следующей рукой я работаю я не подставляю сразу все формы я с каждым пальчиком работаю индивидуально и так удлинение мы можем выполнять гелем натурал композит натурал форм гель натурал прозрачным композитом не рекомендую он очень густой я буду использовать натурал композит вообще гели натурального цвета очень классно подходят для удлинения потому что если вы потом захотите рисовать френч или если клиент захочет оставить вот такое там нюдовая до какое-то покрытие не покрывать гель лаком за счет вот этой вот нижней как нижнего удлинения имеющего натуральный цвет ногтевой пластины не будет нигде никаких просветов пробелов а когда мы работаем с прозрачным гелем для удлинением с прозрачным гелем для удлинения свободного края то вероятность того что где-то он будет просвечиваться велика плюс на гели имеющие хоть какой-то цвет вот в этом случае у нас будет натурал композит их удобнее выкладывать прозрачный гель он весь прозрачный он блестит и если вы только начинаете осваивать наращивание вам может быть некомфортно и вот там просто не видно положили в этом гель или не положили далее у нас есть на мед разметочка на форме да вы видите длину вы видите там где у нас будет идти овал и так далее поэтому когда выкладываете удлинение сейчас не надо делать на 10 сантиметров длиннее чем хочет клиент или будем делать миндаль а вы выкладываете квадрат то есть старайтесь ориентироваться на вот эти вот направляющие на форме и выкладывать сразу удлинение на готовность я набираю немножечко геля на кисточку выкладываю в стык к ногтю скручивающими движениями сняла лишнее и начинаю распределять гель классно он никуда не течет не бежит за ним не нужно гоняться с ним очень комфортно работать распределили в одну точку в роста и сразу смотрите я не продавливаю гель видите я аккуратно по поверхности его тяну вниз сразу на миндальную форму чем точнее вы будете выкладывать ваше удлинение тем меньше вам потом пилить и исправлять какие-то косяки вот я вижу что я гель распределила сюда мне не хватило ничего страшного я взяла еще из баночки капельку опять выложила в стык и по поверхности распределяю композит он более густой форм гель натурал он он не жидкий он не течется тоже очень комфортно работать он сам выравнивается сама выравнивается очень хорошо и вообще наращивать им одно удовольствие на самом деле композит вот он допустим он погуще он больше идет для запечатывания свободного края и если вы допустим не как сказать еще не подружились с гелем да и у вас есть такая вредная привычка вот так вот протыкивать гель то композит допустим не разровняется вот форм гель натурал он может разровняться самостоятельно я никуда не тороплюсь я аккуратненько вот зацепилась за поверхность и тащу материал видите растаскиваю его по поверхности на нужную мне длину все посмотрите сбоку сбоку у вас вот здесь вот не должно быть ступеньки на границе гель ноготь у вас никогда не должно быть ступеньки и сильного провала не должно быть тоже то есть вот он как будто бы свой натуральный ноготь у нас здесь вырос подстановка формы девочки и выкладка удлинения опа расклеилась форма это 80 даже не 50 это 80 процентов успеха чем точнее вы подставите форму чем точнее вы выложите удлинение тем красивее ровнее и быстрее у вас будет моделирование потому что вам не надо будет спиливать лишний материал вам не надо будет перепиливать форму или убирать длину потому что вы выложили в три раза больше чем нужно понимаете не торопитесь на этапе подстановки форму и на этапе выкладки удлинения вот эти два этапа позволят вам потом сэкономить время на самом деле поэтому если вы возитесь допустим с формами с удлинением полтора часа на начальном этапе пусть лучше вот здесь вот будет больше времени чем вы потом будете это все пилить и еще три часа плюс запомните чем больше вы спиливаете материала лишнего тем больше вы его перерасходуете то есть вы просто выбрасываете его в урну на самом деле так я фиксировала форму на пальчики отклеивается немножко значит наше удлинение с вами просохла как мы снимаем форму снизу поджали все вот она у нас отскочила форма одноразовый выкинули готова наше удлинение если вы присмотритесь она довольно ровная его нет смысла допустим сейчас опиливать я вот на такое удлинение сразу могу выложить моделирующий слой геля и потом уже делать общий опил понимаете вот этот этап он колоссально сократит вам время моделирования потому что если вы выкладываете нечеткую форму выкладываете ее крив в кость до гель сюда потек гель сюда растекся вам потом прежде чем выложить поверхностный слой моделирующий вам необходимо обезжирить взять пилочку свободный край немножко подровнять потому что у вас не пойми что получается а я вот этот этап скажем так промежуточного опила свободного края сейчас пропускаю я уже выложила его практически на готовность я не торопилась так что у меня здесь есть есть два геля просто девчонки виду эфир из дома тут что есть такой классный призм гель но конечно прозрачники и есть soft rose но soft rose я показывала на эфире про запечатывание кто не смотрел пересмотрите там тоже классный эфир вот тут нет он растет беда тогда возьмем призм гель ничего страшно что он прозрачники кстати классный гель его можно использовать во всяких вариациях знаете такого аквариумного наращивания вот но мы сейчас просто выложим верх поверх на верхнюю архитектуру и и все так просохла наша подложка теперь будем моделировать архитектуру искусственного ногтя значит для выкладки архитектуры мы будем работать как обычно в технике выравнивания то есть нам нужно нанести тонкий слой и по непросушенному тонкому слою ставим капельку и распределяем ее тонко набираем небольшую капельку капельку мы снимаем вот такими скручивающими движениями и опять же девочки по поверхности не продавливаем материал смотрите я взяла по поверхности подтолкнула к кутикуле и вот как одеялко тяну этот гель на свободный край я не продавливаю сейчас ничего до подложки до ногтя я имею ввиду просто стягиваю на свободный край и вот здесь я вижу да что мне не хватило немножко капельки поэтому я добавлю там совсем мало роуз там он баночка на перевернулась он по крышке больше размазался призм тоже хорошие с частичками хлопьев принципе вот классно лег вот таким образом смотрите все сбоку если посмотреть нас есть продольный изгиб нас есть толщина нас есть запас на опил не забывайте обязательно центровать гель если вы привыкли если вы работаете с тонкой кистью ну вот есть такие девчонки мастера которые ну никак без тонкой кисти не могут отучиться работать от нее и центруют материал да и под подгоняют материал тонкой кистью ну ради бога ничего страшного взяли тоненькую кисть до довели там допустим до точек в роста под кутикулу гель мы под кутикулу конечно же не загоняем мы выкладываем материал встык к кутикуле смотрите сколько у меня пальчик стоит и он не растекся насколько приятная консистенция в работе теперь переворачиваем центруем материал обязательно что значит центруем так как вам показать это значит что он у нас должен провисать вот так равномерно как гамак мы выстраиваем точку апекса в центре ногтевой пластины клиента почему в центре ногтевой пластины именно они в центре всего ногтя потому что наш апекс наивысшая точка он ни в коем случае не должен попасть на свободный край или на линию гипонихия у каждого клиента ногтевое ложе разное поэтому мы выстраиваем именно наивысшую точку в центре ногтевого ложа просто прошу прощения я сказала в центре ногтевой пластины центре ногтевого ложе и так я распределила материал сцентровала его подправила видите сбоку если посмотреть плавный подъем наивысшая точка и плавный спуск у кого блестит в камере не видела подсушиваем по финальная просушка любого геля девочки две минуты вот прежде чем опиливать особенно камуфляже две минуты просушить и только потом опиливайте потому что за счет содержания пигмента в своем составе им надо хорошо хорошо просохнуть чтобы у вас не было там внутри мокрой лужи хорошо просушивайте гели прежде чем опиливать но сейчас я достану пальчик вы увидите что мне опиливать практически ничего не нужно хотя длину я нарастила не маленькую пятерку по моему на формах была пятерка то есть довольно хорошая длина и тем не менее там ничего практически опиливать чуть-чуть подровнять свободный край сделать его более четким может быть немножко по поверхности свободного края не более если вы очень много времени тратите на опил как поверхностной так и формы просто проследите на каком этапе вы косячите да где вы торопитесь скорее всего вы торопитесь или на этапе подстановки форм или на этапе выкладки удлинения что вам потом приходится очень долго это дело все пилить а вот он наш ноготочек посмотрим сбоку вот он наш сбоку ну тут понятно ступенечка учитывайте что это у нас таки пальчики искусственный сейчас я здесь это все дело подровняют как видите уже есть блик если тут можно конечно на этих блестяшках поймать и особо то пилить ничего и не надо сейчас немножечко подпилим свободный край обезжириваю им конечно же прежде чем начинать пилить не все и вперед завели пилочку под свободный край ну так давайте она сейчас 8 минус подставки то валерочка сравняли здесь ступеньку центру скругляем с другой стороны перевернули сравняли здесь ступеньку ваши боковые параллели должны строго выходить из точек в роста ногтей клиента у вас вот здесь вот не должно быть никогда никаких ступенек выщерблен или неровности то есть все четко . в роста пошел искусственный ноготь как будто бы продолжение натурального никаких ступенчик если хоть одна ступенечка вот здесь вот 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 в этом месте будет клиент будет вот так вот делать постоянно будет умешать раздражать в итоге он как сказать спровоцирую да подтолкнет ноготь к поломке либо к расслоению все пилить нечего понимаете выкладка на готовность длина очень даже приличная даже поверхностный опил посмотрите он здесь не нужен по боковым параллелем вот по поверхности по торцу толщина торца имеется видеть толщина торца есть все вот это вот девочки самая классная самый классный способ моделирования поэтому поверьте моделировать на верхние формы быстро на нижние формы быстро можно и нужно все это конечно дело практики дело опыта но это возможно и освоив нижние шаблоны вы сможете сделать наращивание моделирование абсолютно любому клиенту с любой ногтевой пластиной после того как вы выполнили верхние модели выкладку верхней архитектуры моделирование вы можете либо выполнить покрытие гель лаком либо дизайн в моем случае это был призм гель он сам по себе такой красивый тут уже ничего не надо можно просто перекрыть топом и отпустить клиента счастливого домой с длинными красивыми ногтями для перекрытия я возьму ультрашайн топ гель это гель с повышенной такой устойчивостью к царапинам но смотрите это гель финальный финишный то есть на него уже не в отрется втирка на него не приклеится шармикон то есть чисто для того чтобы все вот покрыть говорится и забыть если планируете что-то еще декорировать то лучше взять ты класс конечно же все сушим валерчик сегодня с шикарным маникюром будет лежать в коробке так девчонки момент 5 мой красивый потолок большое спасибо всем кто был сегодня со мной на эфире я надеюсь что вам было полезно вы узнали что-то новое для себя если какие-то вопросы остались пишите мне с радостью я всегда открыта к общению к диалогу мне нравится делиться знаниями мой аккаунт кто не успел записать в инстаграм пишите дам ссылочку и на валерчика и отвечу на все интересующие вас вопросы всем хорошего вечера и до новых встреч всем пока